А этот фильм был создан на киностудии Мосфильм в 1979 году. Длится он 88 минут, а называется он... Может быть кто-то думает, что это фильм на семейную бытовую тему? Я не было его таким. А где? Я был в отрезвителе. Это вам там выдавали? Он же сказал, что Евдокимова куртка. Он привез. Можно? Конечно. А может быть кто-то думает, что это фильм про производственный конфликт. Привет. Что там? Шаршавников. Не хочу подавать руки этой скотине. Почему? Ты что не знаешь, что он вчера на Совете сделал? Нет. Он Ключанского завалил, Семенова протолкнул. И тем самым Ефимов станет сам замкафедры. Добрый день, Владимир Николаевич. Привет. Слушай, ты многих его не видел? Нет, не видел. Здорово, Бузыкин. Ха-ха. Как же это? На самом же деле, это фильм про грибы. На машинах понаехали, ханурики дешевые. Все грибы подмели. Там проще есть. Там подосиновики должны быть. Смотаемся и поедем. Василий Игнатьевич, я же сказал, что не хочу собирать грибы. А вы должны реагировать, как будто меня здесь нет. Палыч, ты в компанию пришел? В компанию уйдешь? Пошли, Биль. Ну пошли, пошли. Жанр этого фильма авторы определили как Я же считаю, что этот фильм был создан в жанре комедийного детектива. Алло. Алло. Ну что вы там молчите и дышите? Хоть бы мяукнули. Главное действующее лицо этого фильма Бузыкин Андрей Павлович представляет из себя морально неустойчивого человека. Как бы я хотела, чтобы у нас был ребенок. Зачем? Агент ЦРУ Билл Хансон под видом датского профессора втирается в доверие к Бузыкину. Попробуйте вот это, Билл. Спасибо. Это как называется? Хворост. Хворост. Очень вкусно. Нина прекрасная кулинарка. Ну бегайся, дорогой. Простите, очень тихо, плохо понимаю. А это я ему. Это она мне. Бузыкин понимает, что за измену Родины ему грозит расстрел. Поэтому он обо всем сообщает КГБ. И те устанавливают за Хансоном наблюдение. Под видом соседа Харитонового Василия Игнатьевича агент КГБ заходит на квартиру к Бузыкину и там знакомится с лжепрофессором. Знакомься, Василий Игнатьевич. Это господин Хансон. Профессор издания. Харитонов, Билл? Прибыль в Советский Союз. Прибыль, да. Надолго? Надолго, но скоро уезжаю. Харитонов втирается в доверие к Биллу Хансону. Надо отметить знакомство. Ну, за профессора. Будьте здоровы. Спасибо. Вот и хорошо. Будем здоровы. Будем здоровы. Будем здоровы. Ваше здоровье. После совместного распития спиртных напитков Харитонов уговаривает Билла Хансона съездить за грибами. Хорошо все сидим. Я сегодня утром уже корзину грибов нарвал. А ты, Павлович, все спишь. Летяй. Съездил бы за грибами. Пол-литра покупил, рюмочку нолил. И грибочек. Один. И жена у тебя за грибами не ходит. А вот у вас за рубежом. Грибные леса есть? За рубежом? Грибных лесов нет. Грибные леса везде есть. У тебя резиновые спойди есть? Билю я дам. По этих спойди зачем? По грибам идем. Какие грибы? Человек жил в грибного леса не видел. Вернется, будет что рассказать. И вот они приехали в лес на лоно природы. Нравится наша природа? Да, очень. А вот тебе бы хотелось пару деньков отдохнуть на свежем воздухе? Хотел бы, да. Харитонов решил пойти ва-банк. В разговоре с Хансоном он намекает тому, что если тот не сдаст адреса явки фамилии, то его посадят в тюрьму в одну камеру с туберкулезными больными. Но тем не менее Билл не колется. Без веских улик Харитонов не мог арестовать Хансона. Мировая общественность подняла бы вой. Поэтому он напоил Билла, сдал его дружинникам, дружинники отвели его в отрезвители, в отрезвители его обыскали и нашли там микропленку. Все кончается хорошо. Дочку Бузыкиной с зятем берут на службу в КГБ и отправляют на остров Жохова. Хансон согласился сотрудничать с КГБ и его отпускают. Жена Бузыкина. Вначале уходит, а потом возвращается. Нина! Не трогай меня! Слушай, я действительно был в отрезвителе, Леной клянусь! Ты клянешься Леной, когда они там, в воздухе! Аулачки, любовницы Бузыкина, поставили новый телефон. Самому же Бузыкину было поручено не спускать глаз с Хансона. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...